походили мы погуляли по городу сейчас 2018 год для истории даю справку пар бериндеевский начинает обустраиваться что там за мамонты на дне плавают до меня как пьяный до радио докопался какой-то сибиряк бородатый значит привет друзья походили мы погуляли по городу так не помню показывал я или нет в общем вот здесь такой частный сектор там где белая машина стоит дом в котором мы расположились в общем что хотел сказать походили мы по городу кострома в принципе город как состоит из частных секторов и не знаю центре еще не были до туда как бы не дошли сейчас собираемся на прогул вот за моей спиной находится парк бериндеевский так вот значит мы вышли вот по этой тропинке и посреди этого леса вот что мы наблюдаем здесь уложено все как бы асфальтом есть вот такие будут столбы сейчас 2018 год для истории даю справку парк бериндеевский начинает обустраиваться там дальше стоят машина вот там вот там там короче эти озера раз поближе подойдет вот так ребята из обычного леса делаю централизованный парк городе кострома ширина дороги тут в принципе даже две машины разъедутся вокруг реально один лес по карте посмотрели в той стороне находится какой-то спорт комплекс там какая-то еще школа бокса сейчас дальше пройдем потом я вижу так вот подошли мы поближе к озеру получается здесь вот вот одно озеро там типа мостик перемычка второе озеро и третье ну она заканчивается второе идет типа плотинки и третье ну там сказали что рыба нет там где просто как канал на воде очень много утки отдыхающих пеших на велосипедах вот такая вот красота вокруг парк бериндеевский ну это все а мне вот В общем, поговорил с рыбаком, там многочак спиннинг Тут еще помимо карпа карась плавает, карп здесь переросток Ну, понятное дело, озеро небольшое, глубиной около 2-3 метров В свое время там, ну, здесь, в общем, сетками вылавливали рыбу Рыбу вылавливали, а сейчас нет, то есть, в принципе, тут рыба вообще, да, рыба здесь немеренная, она здесь зажралась, я не знаю, щука крупная, щука крупная, ну, так, стандарт для ловли где-то килограмма на полтора, вот, а карпа, ну, кто знает, шнур тройку обрывает, представляете сами, что там за мамонты на дне плавают, так что вот Ладно, сейчас я попробую достать спиннинг, покидаю, может, что из этого выйдет А так вот, плавает утка, корма хлебом, карась успевает подъедать Вот такие пироги, ладно, сейчас достану спиннинг, попробую подъедать Так, ну, вот, я разложил спиннинг, оторопился, приклеивание я не взял, хотел показать, какую приманку я взял, вот такой виброфлот оранжевый, с двойным крючком, ладно, будем кидать, пробовать Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! В общем, ребята, покидал спиннинг, результат нулевой Подошел тут к одному мужчине в возрасте, он местный костромчанин, пообщался, в общем, конкретно за это озеро сказал, что в этом году ни одной вообще не поймал щуки, а так каждый год стабильно показал мне фотографии на телефоны, доказательства Вот, в принципе, как-то вот так посоветовал съездить на саму Волгу, на реку Кострома в общем, посоветовали мне ехать на саму Волгу, на в общем, посоветовали мне ехать на саму Волгу, на на реку Кострома, блин, вот, а, вот, я вспомнил, тут до меня как пьяный до радио докопался, как я его называл-то? Сибиряк бородатый, я, говорит, был там, я, говорит, был здесь, тут надо рыбачить так, тут надо рыбачить это, потом я у этого пожилого рыбачка спросил, что это вообще за фрукт такой там, говорит, в двух словах, не слушай его вот, этим все сказано все, сейчас у нас по программе идем домой, жарим шлык вкусно кушаем, запиваем Костромским разливным пивом и ложимся спать так, ну все, ребята, ужин наш готов уральский ужин в Костроме вот, значит, шашлычок с баклажанчиками, с перчиком да, кабачок, все правильно пиво, ну все, вот, чисто по-уральски и все, всем приятного аппетита садитесь, перекусите, наливайте чай все, а мы будем кушать все, а мы будем кушать все, кушать Продолжение следует...